Найдено какое-то решение все-таки, особенно вот этой острой проблемой выезда с пригорода Лесное? Люди, живущие в этом микрорайоне, часами простаивают. Тут надо разделить два вопроса. Первый, это когда же все-таки построить новую дорогу? И второе, что можно сделать для того, чтобы как-то облегчить сейчас жизнь людей? И вот по тому совещанию, которое сейчас прошло, в ближайший год-два никакого улучшения не будет и даже не предвидится. И я могу объяснить почему. Я тут недавно видел отчет главы Ленинского городского округа Спасского, который рассказал, что он год работал. И вот главной проблемой является транспортная, но он с ней разобрался и в конце 22-го года, в середине 22-го года люди чувствуют облегчение. Он наврал. Он ничего не знает. Вот из сегодняшнего совещания еще раз я убедился в том, что пока не получены даже технические условия на перенос коммуникаций. А если они не получены, полноценный проект пока сделать невозможно. От этого зависит в том числе и расположение дороги и какие гильзы будут под ней заложены. Поэтому проекта нет. И значит, в ближайшее время не будет. Потому что пока они технические условия не получат. А это трансмет, это мосводоканал, это сети электрические, это так называемые телекоммуникационные сети. Пока все эти объекты не будут вынесены из зоны застройки, ничего не будет. Второе. Даже если построить эту дорогу, ничего не решится по одной простой причине. Она просто небольшой. Вот этот участок километр. А главное, мы все упремся куда? В Каширское шоссе. А вот Каширское шоссе от 0 до 4,4 километра только размещен тендер на проектирование. Что такое тендер на проектирование? Это когда кто-то выиграет тендер, он начнет собирать пермичную документацию. Она практически собрана уже. Потому что один проект уже, как сказало правительство Московской области, устарел. Соответственно, и сети могут по новой получать технические условия. Там Газпром, Трансгаз. Там Примыкание К-105. Там много-много-много всего, что нужно опять по новой пересогласывать. А это повлечет за собой изменения проекта существенные, может быть. А третья проблема, которая будет стоять, это выезд уже, если дальше ехать, это развилка, это светофор. Потому что какая вам разница, где стоять в пробке? Либо на 105, либо на Владарском шоссе, либо на Каширском шоссе. Все равно это все упрется в этот узкий участок. И мы сами видим, что летом там такая пробка, которая до Паринского моста, а может быть и дальше даже. Иногда до съезда со 105 на Владарское шоссе, когда дачники едут. Поэтому боюсь, что ни в 2022, ни в 2023 году решения глобальной проблемы не будет. Но какое-то решение... Но зато нет, есть локальное решение. Мы сегодня говорили о том, что мы, учитывая то, что там такая ужасная ситуация, мы предлагаем без изъятия земельного участка, без решения вопросов по проекту планировки, по проекту съезд сделать с Владарского шоссе прямо на 105. Не переезжая через мост, не уезжая на Каширку, а прямо сделать этот съезд, чтобы разгрузить этот поток. Если это получится, съезд с Владарского шоссе окажется гораздо легче. Там всего-то нужно договориться с федералами. Тем более, что федеральная служба, когда делала проект расширения А-105, предусмотрела этот съезд у себя в проекте. Мы его согласовывали. Поэтому я им сегодня еще раз подтвердил, что совхоз просто не будет никаких даже компенсаций, требует оформления, просто возьмете и съедете. Учитывая то, что вчера в судебном заседании правительство Московской области сказало, что оно будет отказываться от изъятия земель, потому что земли арестованы, Виндовским городским судом, судью Зыряновой, который три года рассматривает дело, но оно его не рассматривает, просто блокирует все земельные участки совхоза. С этой целью наложили арест. Это привело к тому, что теперь правительство Московской области не может изъять земельные участки и достоинства дороги. Хотя, на мой взгляд, одним телефонным звонком у них все это решается. И с участков можно снять. Но они, мотивируя тем, что теперь по новой проект планировки переделывать нужно, соответственно, это может повлечь за собой изменение конфигурации земельных участков, решили отказаться от изъятия. Мы настаивали на том, что нет, пускай изымают. Мы потом будем или доизымать, или возвращать. В общем, пока такой идет глобальный процесс. Но вот то, что мы предложили сегодня, и они заинтересовались, я думаю, что это такой, по крайней мере, полувыход из ситуации. По крайней мере, выехать будет легче. Но все равно нельзя так долго проектировать. Я уже говорил, что за это же время беседовскую развязку в Москве, кольцевая дорога с пересечением в беседах сделали, реконструировали, поставили стакады, все решили. И на этом уже закончили, уже все ездят. Сейчас то же самое будет происходить с липецкой развязкой. Мы же видим, что Москва очень быстро решает все вопросы, в том числе и по изъятию. Их не останавливают технические вопросы. Они, боюсь, что они липецкую развязку в этом году закончат. То есть, ну, я не боюсь, это будет, по крайней мере, проблемой для тех, кто выезжает из города Видное. Потому что сейчас на этой развязке очень затруднено движение. И съезд на кольцевую дорогу, и выезд в Москву, в Бирюлево. Если они ее реконструируют, то будет, по крайней мере, легче выезжать из Видного. Надеемся на лучшее. Продолжение следует...